Какие еще рекомендации, какие такие вот глобальные такие, чего там в доме должно быть, куда там надо спать, допустим, нет, нет, с одной группой мы разобрались. А рекомендаций очень много. Много, но главное, есть какие-то главные, есть какие-то второстепенные, но все спрашивают, все знают о том, что спать надо головой. Ни в коем случае нельзя спать головой на север, а фэн-шуй говорит, что надо спать головой на север. Вот видите, это китайцы, это не нас дурят. Там была другая история, ну это как-нибудь в другой передаче, да, поговорим. То есть, куда надо спать головой, короче? Вы понимаете, спать вы можете во все направления, во все страны света, кроме севера. А что будет, если я буду спать головой на север? Депрессия, заболевания, усталость, потеря денег. Ну и угори с прыщами. Вы знаете, да, проблема с кожей, кожные заболевания. Удивительно. Хорошо. Так, разобрались, куда спать головой, а есть надо головой куда? Или это не имеет значения? Имеет значение. То есть, есть надо тоже в определенном направлении? Да. Что вы говорите? Куда? Значит, вы можете сесть в любое направление, кроме южного и юго-запада. Постарайтесь, когда вы садитесь есть, так выберите свое место, посадочное место, чтобы особенно детей, если мы взрослые еще можем это контролировать, особенно детей, обратите внимание, чтобы дети не садились лицом на юг и на юго-запад. Во время приема пищи. Во время приема пищи. Во время приема пищи. То есть, только пищи, да, имеете? Именно пищи, да. И воду ни в коем случае не храните в этих секретарях, особенно в юго-западном секторе. Не храните воду. Не хранить воду. Питьевую воду, которую вы употребляете ежедневно, как питьевую воду. Подождите, ну вот у меня в частности находится кран, да, мойка находится прямо, конкретно в юго-западной части. Так что делать? Мойка это мойка, мойка может там находиться, ну, как-то так. Ну, к шконной арабовине для мытья по сути. Да, я понимаю, да, я понимаю, о чем я говорю. Я сейчас имею в виду, что вот люди часто набирают в бутылочке воду и хранят ее потом как питьевую воду. И ее, вот я даже воду для поливки цветов пытаюсь не хранить в юго-западном секторе. То есть ту воду, которую мы употребляем как воду для питьевую воду. Эта вода должна храниться в северо-восточном секторе. Ирина, некоторые товарищи проживают еще и в домах. И у них есть два уровня. Имеет ли значение первый или второй этаж, допустим? Нет, имеет значение только сектора. Первый, второй этаж, это все идет единым. Если это единый дом, да, то идет консультация специалистам в Астане. Она захватывает сразу как бы весь дом, берется план дома. И когда вешаются янтры, не обязательно их вешать там на первом этаже или на втором. К янтрам мы еще подойдем. Хорошо. Какие еще есть основополагающие принципы, что делать, чего не делать? Какие еще основополагающие, что бы я еще рекомендовала? Мы сказали вот про сон, то, что голова имеет значение, чтобы не спать ни в коем случае. Голова имеет значение. На север не спать головой. Я бы еще рекомендовала относительно детей. Когда дети занимаются и хотят что-то запомнить, особенно когда они готовятся к экзамену, до рекомендации садиться детям лицом, либо на запад, либо на восток. Лицом. Либо на запад, либо на восток. На западе планета Сатурн, она аскетична, но Сатурн очень уважает учеников и им очень помогает. А восток – это восточное направление, слушайте, это планета Солнца, это само по себе разумеющее, что она, конечно же, помогает в обучении. Я понял. Хорошо. Янина, вот у вас рядом висит зеркало. Да. По поводу зеркал. Есть ли какие-то указания? Да, есть рекомендация. Значит, смотрите. Очень неблагоприятно, если вы смотрите зеркало в направлении юго-запада и южного сектора. Все остальные сектора подходят. То есть зеркало стоит, скажем… Таким образом, что когда вы в него смотритесь, как будто бы вы смотрите в сторону юга или в сторону юго-запада. А запад? Нормально? Запад так. Туда-сюда. Туда-сюда нейтрально. А все остальные сектора, смотрите вы на восток или на северо-восток. Очень благоприятно, если вы смотрите лицом на север, это планета Меркурия, планета богатства. Вот, если вы смотрите на северо-восток, ну и на восток, потому что это планета здоровья вообще-то. Северо-западный сектор, северо-запад и запад – это нейтральные сектора. Я читал о том, что в спальне, где обычно стоят дрессеры и зеркала, естественно, в них не должна отражаться кровать. Это так? Это так. Почему? Это касается и фэн-шуй, это касается и васту тоже, хотя васту, в общем-то, не отталкивается от фэн-шуй. Это потому, что мы, все человеческое тело, мы сами – это все энергии, правильно? Правильно. Те энергии, которые мы не видим. Но тем не менее. И когда человек спит, то зеркало обладает такой мощной силой, что оно как бы забирает энергию. Она как бы энергия человека, она постоянно отражается во время сна в этом зеркале, и человек просыпается разбитым усталом. Вот и все. Ну, то есть зеркало может быть в спальне, но только так, чтобы оно не стояло прямо напротив, да? Да, чтобы человек не отражался во время сна, потому что человек во время сна, он расслабленный, и он не в состоянии контролировать свою энергетику, понимаете? Почему нельзя в спальне держать телевизор? Это идут, как бы, конфликт двух энергий. Спальня – это энергия сна, да, энергия покоя, когда человек уходит на покой, и специально есть медитационные музыки для того, чтобы человек непосредственно расслаблялся и получил сон, где он мог, даже если он спит, даже если и четыре часа, но так, чтобы его организм полностью отдохнул. Телевизор абсолютно другой энергии. Телевизор – это та энергия, которая возбуждает человека. Представьте себе в золотых правилах, в Асту это написано под пунктом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА